Всех приветствую! Ну что ж, наконец-таки iOS 18 у нас дошла до версии Release Candidate. В данный момент я нахожусь на сайте для разработчиков Apple Developer, как вы видите. И мы сегодня будем обозревать прошивку iOS 18 Release Candidate версии 22A 3354 от 9 сентября 2024 года. Итак, давайте посмотрим, для каких у нас моделей доступна данная прошивка. Значит, поддерживаются модели от iPhone XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и до самого нового аппарата, до iPhone 15 Pro Max. Почему до iPhone 15 Pro Max? Почему нет 16 версии? Потому что 16 iPhone буквально только что был анонсирован день назад и сейчас у нас доступна только для 15 модели. Я эту прошивку уже установил на iPhone XR, устанавливал я ее полностью форматировав устройство, то есть чистую прошивку я обновил поверх iOS 17. И сейчас мы будем смотреть, что же там интересного. Итак, перед вами iPhone XR в желтом цвете, на 64 гигабайта. Абсолютно идеальный аппарат, который выжил и получил обновление iOS 18. Значит, давайте мы посмотрим номер сборки. Заходим в основные, об этом устройстве, версия iOS. И как мы можем видеть, у нас используется версия релиз-кандидат. Это, возможно, будет финальная версия, возможно, никто не знает. Может быть, Apple еще обновит ее, эту сборку. Но на данный момент у нас номер сборки 22A3354, что является самой последней сборкой на момент записи этого видео. По поводу всех изменений, я не буду перечислять, естественно, в этом видео, что изменилось. Изменений очень много. Я оставлю в описании к этому видео отдельную статью на русском языке. Там все подробно описано, вместе со скриншотами. Каждая функция, что означает, что обновилось и все в этом роде. Ну что ж, давайте проверять ошибки, что у нас изменили, а что у нас не изменили. Значит, смотрите, ребят, здесь установлена сим-карта. Вот видите, Hofer Mobile называется Hot. Мы запускаем команду звездочка, 101, решетка. Погнали. Что мы видим? И мы видим, что даже практически в финальной версии Apple не исправила круг загрузки статуса. Блин, ребята, ну как так? Я просто поражаюсь. Смотрите, звездочка, 101, решетка. Так, сейчас, 101. Решетка. Да что ж такое? Давайте еще раз. Компании Apple нужно очень много времени для того, чтобы исправлять ошибки. И эта ошибка уже, наверное, больше года, наверное, присутствует. Ну, то есть, я не знаю, как это объяснить. Apple, к сожалению, не убрала ее в финальной версии. Ну, хотя бы в предварительной финальной версии, можно так сказать. Давайте зайдем в форму кнопок. Так, это у нас находится в универсальном доступе. Tag. Display. И вот здесь у нас форма кнопок. Нажимаем. До сих пор форма кнопок не работает. И iOS 18 в этом ничего нового нам не принесла. К сожалению, эта ошибка осталась в сложном месте. Идем дальше. В предыдущем видео я показал вам, что существует ошибка такая, если вы заходите в библиотеку приложений и нажимаете следующую комбинацию, нажимаете следующую комбинацию, кавычки, еще раз, двоеточие и двоеточие. Все, здесь исправили. В противном случае, в iOS 17, если вы сейчас попробуете так же сделать, то у вас перезагрузится телефон просто-напросто. Вот, то есть здесь исправили. Но прикол в том, что мы проверяем здесь, в поиске, нажимаем еще раз, раз, в кавычках, вторая, двоеточие и у нас перезагружается. Теперь в другом месте. То есть, представляете, ребят, я не знаю, каким образом тестируются вот эти прошивки, я абсолютно не понимаю. Для того, чтобы это понять, мне, наверное, нужно приехать в Калифорнию и протестировать вместе с разработчиками саму прошивку и посмотреть, как же они это делают. Потому что я просто не знаю, как можно не видеть такие очевидные косяки. То есть, естественно, если я, допустим, знаю, что у меня проблема есть в библиотеке приложений с этими символами, которые приводят телефон в перезагрузку, то, естественно, я после исправления этой ошибки, которая была, зайду сюда в поиск и проверю еще раз. Раз, два, раз, два. Все. То есть, здесь он немножко более так спокойно перезагружается, а в предыдущем видео прям полностью отключается все меню и происходит перезагрузка. Ну, то есть, не знаю, ребят, ну, блин, финальная версия iOS, как так можно, я не понимаю, честно, абсолютно. Странно очень-то. Ну, ребят, в целом хочу сказать, что iOS 18, предфинальная версия, работает прекрасно на iPhone XR. Все работает быстро, открывается, закрывается, без каких-либо проблем. То есть, все тут четко. К этому претензий никаких нет. Дамы и господа, самая важная функция в iOS 18 на 2024 год. И теперь, дорогие зрители, приготовьтесь, пристегните ремни. И самая крутая функция в iOS 18, которая когда-либо выпускалась за всю историю компании Apple. Она находится в камере. Давайте мы откроем камеру. Нажимаем окей. Видео. И... Три, два, один. Погнали! Теперь мы можем записывать видео и ставить на паузу. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Apple. Думай иначе. Вау! Вот это новость! Вот это крутейшее обновление! Представляете, ребята? Нажимаем на паузу. Например, я могу снять этот кадр. Я могу снять этот кадр. Я могу снять этот кадр. То есть, пауза работает идеально, идеально. Представляете, ребята? Вот, смотрите. Давайте мы сейчас включим. И ставить. Ребята, нажимаем на паузу. Например, этот кадр. Теперь мы можем записывать видео. Ну, в общем, ребят, вы увидели все сами. То есть, это самое крутейшее обновление за всю историю, как я уже сказал. И Apple просто, ну, красавцы. Молодцы. Причем, самое примечательное, что в iOS 18 Beta 8 этой функции не было. Вот я все проверял. Абсолютно она отсутствовала. Ее добавили именно вот в финальную сборку. Возможно, финальную. Так что, ребят, вот iOS 18 у нас работает на iPhone XR. Как только она выйдет, она выйдет в понедельник, 16 сентября. Я всем обязательно рекомендую установить ее, потому что это самая новая прошивка. Вот. Как вы видите, у кого iPhone XR или iPhone 11 до сих пор, это актуальная нормальная прошивка. Вот. Так что можете пользоваться, быть довольным. Естественно, здесь не будет таких функций, как в современных аппаратах iPhone. Вот. Ну, здесь немножко функционал урезан. Но, в целом, тут все то же самое работает так же, как и в современных моделях. Хорошо, что у Apple поддержка действует в течение пяти лет минимум. Все, ребят, буду заканчивать. Если у вас есть какие-то еще мысли по поводу обновления, то пишите в комментариях. Будем рассматривать все вместе, разные ситуации. Вот. А пока... Пока так.